Здравствуйте дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос, очень популярный кстати. Наказывают ли Бога родителей за нечестие детей? Если открыть Ветхий Завет, мы увидим, что первый священник Илий был наказан за то, что его сыновья поступали крайне несправедливо с израильским народом. Он как бы знал и за эти взятки, и за эти приношения, и за их беспутную жизнь, но ничего не делал для того, чтобы это как-то предотвратить, для того, чтобы наказать их как отец, отстранив их от служения. Были наказаны дети, был наказан и он. И мы должны помнить эту историю и должны знать, что если мы потворствуем нечестью наших детей, то действительно разделяем их грех. Это касается тех родителей, которые дают кровь, еду, деньги своим зависимым детям, которые плачут бесконечные кредиты, долги, те самые способства тому, что они покупают себе выпивку, наркотики, все деньги проигрывают в онлайн-казино или еще где-нибудь, берут бесконечные потребительские кредиты под 365% годовых, и мы их все равно оплачиваем, оплачиваем, без того, чтобы сидеть им как злостным неплательщикам несколько лет в заключении, и, глядишь, избавиться от своих пагубных привычек. Поэтому любой нарколог, любой психолог, который занимается с алконаркозависимыми, лечить людоманию, он сначала должен пообщаться с родителями, без постоянного финансирования которых, своих беспутных детей, этот порог не вылечить. В каком-то смысле действительно получается, что ты будешь иметь такое же наказание, как и твой беспутный ребенок. С другой стороны, уже тоже в Ветхом Завете написано, что дети не отвечают за грехи родителей. Такой замечательной поэтической фразой, что уже наступили времена, когда не будут говорить, что отцы ели кислый виноград, у детей на зубах оскомина, и верно и обратно, что родители действительно не будут ощущать оскомину от грехов своих детей. Но все-таки родители воспитывают детей, а не дети родителей. Где-то вы прозевали, где-то вы зевнули, где-то больше думали о том, как заработать больше денег для того, чтобы жить лучше вам и сжилось лучше нашим детям. Чтобы они никогда не прожили такую жизнь, как мы, чтобы они не нуждались ни в чем. Чтобы у них было все самое лучшее, все самое красивое. Не просто необходимое, а лучше, чем у одноклассников, лучше, чем у однокурсников. Чтобы они могли не только пользоваться чем-то, но и испытывать глубокое удовлетворение от того, что они богаче и состоятельнее своих однокурсников и школьников, одноклассников. Тщеславие, живущие в наших сердцах, которые мы не смогли реализовать во время своей школьной или студенческой юности, теперь передается, как эстафетная палочка, нашим детям. Пусть они испытывают эту гордость за материальные ценности, которые за свои деньги не купили, которые не смогли испытать мы. Потом точно таких же невест и женихов находим. Вот это тебе подходит, это не подходит. Это какой-то из деревни, он тебе не нужен. А вот у этих родителей квартира в Москве, вот она вам останется лет через 30, 40, 50, 90. Вот тут женись. Ну и так далее. Очень часто в принятии наших решений нездравый смысл. находятся в их основе. Какие-то меркантильные соображения. Ну вернемся опять. Наказывают ли Бога родителей? Ну что значит наказывают? Ну молния тебя не поразит в центре Москвы и даже на окраине. Но тебе придется потом нести на себе грузы. ошибок своих детей, маленькие детки, маленькие проблемки, большие детки, большие проблемки. И вам будет больно от того, что они совершают какие-то безнравственные поступки. От того, что они вырастают безбожниками. А то, что они совершают, живут не так, как вообще положено жить даже человеку совестливому, не то что христианину. И сердце родительское скорбит, кровоточит, плачет. Вот оно наказание. То есть ты уже сам себя наказал тем, что дал неправильное воспитание. И наказан в этом смысле нерадивый родитель, который думал, что человеческое счастье зависит только от суммы средств на счету. Оно облегчает материальную жизнь, но счастье или совсем не дает. Или дает какое-то очень кратковременное. Потому, вы не думайте, что Бог, турецкий султан, который провинившийся за провину сына, наказывает и родителей. Не тиран, он не тоталитарный режим на небесах. Ты, дружище, сам себя наказал. Мы покупаем каких-нибудь собачек модных, котиков. Покупаем кучу литературы. Смотрим сотни часов, проводим на ютюбе, чтобы посмотреть, как за этой чухуахуа ухаживать или еще каким-нибудь далматинцам. Как кормить, как лечить, как прививать. Тратим огромное время для того, чтобы их как-то воспитать. Кинологов нанимаем. При этом уверены, что... А вот детки сами как-нибудь вырастут. Не вырастут. Вы нормальными не выросли. Дети ваши нормальными не вырастут. Надо что-то читать по возрастной психологии. Надо читать книгу православных психологов о том, как общаться с подростками, с детьми. Как их воспитывать. Если не разумных животных, ты не догадаешься, как воспитать. А что же говорить про человека с собственной волей, который не клон твой, который рожден тобою, но совершенно не похожа на тебя личность. И которая ждет от тебя не того, что ты ему даешь. Поэтому не ленитесь читать книги по возрастной психологии. Не ленитесь читать книги авторов, которые пишут о психологии подростков. О том, как нам их воспитать. И в первую очередь в вере. В вере чистого исповедования. Как мы это читаем в молитве при таинстве крещения. Эту молитву читаем. Обещание даем воспитать ребенка вере. Но в одно ухо влетело, в другое вылетело. Помните о тех обетах, которые давали при крещении. И старайтесь их соблюдать. Помните, что дети сложнее, чем собачки, чем лазоны и газоны. И их тоже надо уметь воспитывать. Самое главное в вере. Дальше будет действовать Господь в тех моментах, где ты сам не можешь.